Наблюдая за матчем на трибуне, можно было услышать мнение зрителей, в том числе специалистов, что этот матч был достоин финала. Твои впечатления и общие комментарии? Игра очень хорошая, как в чемпионате, у нас Днепром очень хорошая бойня. Первая игра 3-2, вторая 2-1. И действительно, эта игра достоин была финала. Но ничего, игра была хорошая, боевая. Команда дотерпела, и победа за нами. Первый тайм мы хорошо начали, забили быстро гол. Хотели еще забить второй, было бы легче. Но не получилось. Днепр, можно сказать, перехватил инициативу и забил гол. Да, ну, когда не забили, да, была наша ошибка, не доработали. Такое бывает. Нас тренера нацеливали перед игрой в перерыве, что нам нужна только победа в этом турнире и больше ничего. И ребята сегодня выходили с максимальным желанием только на победу. И вот, наверное, это стало причиной нашего гола в втором тайме. Максим Загородний выбежал, обыграл одного-второго, покатил под удар неудачно Роману Бодни. Но я как подхватил, сначала хотел ударить первым касанием, потом вижу, на меня игрок выбрасывается. Потом убрал его, но и в одно касание внешнее пробил. Так получилось, что мяч чуть-чуть стрекшетил и залетел. Воротарю было тяжело отбить этот удар. Ну, при счете 2-1, как бы, не хватило надежности, потому что тот же Днепр, он, в принципе, уже у него там два защитника осталось. В линии нападения было у них четыре игрока. Можно сказать, что Днепр перестроился и пошел ва-банк. Ну, может быть. Они, даже когда мы играем в UFL, у них центральный защитник, 14 номер, хорошо он играет в нападении, хорошо борется. Наверное, это стало их, как можно сказать, фишкой. Ну, тем не менее, как бы, вот последние секунды, да, не надломил этот пенальти, сравняли? Да нет. Мы понимаем, что вот эта серия пенальти уже у нас не первая, так как мы играли в Тбилиси. Можно сказать, нам этот опыт помог. А это твоя вот уверенность? Тебе первому доверили пробивать, собственно, кто назначил и почему ты так решил пробить мяч? Да нет, сам вызвался, был себе уверен после гола в игре и знал, что забьем. Больше ничего. Ну и впереди финал. Финал, как говорил наш главный тренер Александр Рещенко, это сделано только полдела. Если проиграем, то это ничего, будет все забудется. На финал у нас только победы. Послезавтра в 7 часов на следующий арене от нас ожидает победы, больше ничего. К тому же это, можно сказать, будет матч-реванш с запорожским «Металлуром». Так, очень хочется с ними сыграть, доказать, что это была только случайность. И доказать, кто номер один, кто чемпион. И доказать, что в прошлом году мы не просто так выиграли чемпионство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова